В Чувашии продолжается строительство новых школ. Сейчас более 7 тысяч детей в республике учатся во вторую смену. Из них 4 тысячи чубаксарские школьники. К 2025 году все школьники в республике должны обучаться в первую смену. Такую задачу поставили перед профильным министерством и правительством региона, федеральной власти и президент России. Проект активно поддерживает партия «Единая Россия». Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсудили создание новых мест в образовательных учреждениях. В Чуваксарах в микрорайоне Волжский-3 начато строительство школы на 1100 мест в рамках первого этапа федеральной программы. Цена вопроса 719 миллионов рублей. Подрядчик организации «Старатель». В настоящее время ведется подготовка территории под строительство. Выполнено временное ограждение, ведутся земляные работы, идет пробная забивка свай. Завершение строительства предусмотрено к июню 2019 года. Продолжается в столице республики строительство другого образовательного учреждения. За ДК тракторостроителей можно увидеть уже растущие кирпичные стены. Это новый кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. Рассчитан он на 400 мест. Помимо учебного здания здесь будут два спальных корпуса и спортивный блок. Корпус стал шестым в Приволжском федеральном округе. Здесь будут готовить курсантов по профилю воздушно-космические силы. Из-за внесения изменений в проектно-сметную документацию идет отставание по графику на 5 месяцев. На объекте сейчас работает 100 человек. Этого недостаточно, прокомментировал министр образования Чувашии. Нужно как минимум 200, а то и больше рабочих. Глава Чувашии поручил разобраться в ситуации и устранить причины такого большого отставания. Что касается проекта благоустройства парковой территории кадетского корпуса, то часть его уже готова. Общая стоимость там будет составлять более 100 миллионов рублей. Там около 20 гектаров, по-моему, 15. Большая территория. Ну а территория возле самого ДК, практически входная группа, она пока не спроектирована. Мы собирались совместно с Минюстом. Должны получить земельный участок с Министерством имущественных отношений. После этого только сможем объявить проектные работы. 1 сентября 2018 года кадетский корпус уже должен принять курсантов. Также 1 сентября планируют открыть новую школу в Цивильске. На очереди строительство школ в Чебоксарах в микрорайоне Садовый и Новый город. Татьяна Трофимова, Сергей Адышкин, Республика. Построить жилья в этом году не меньше, чем в 2017-м. Такую задачу ставят чебоксарские власти, себе и строителям. Всего за прошлый год в столице республики ввели в эксплуатацию более 322 тысяч квадратных метров жилья. Среди них 5 домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Достроили в 2017-м и ряд проблемных объектов. Например, позицию номер 3 по проспекту 9-й Пятилетки. Впрочем, некоторые долгострои перекочевали в 2018-й. На сегодняшний день на особом контроле находится также ряд объектов, где существуют угрозы несвоевременного ввода в эксплуатацию. Это позиция номер 11А по проспекту Трактора Строителей, позиция 83 по улице Калинина, позиция 18 по проспекту Трактора Строителей, позиция номер 5 микрорайон Соленоя, 5 домов в микрорайоне Садовый, а также жилой дом по улице Гражданская, 6. Продолжается и работа по сносу расселенных аварийных домов. В списке 263 адреса. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков призвал не затягивать с проведением аукционов на выполнение этих работ.